Привет, друзья! Мы продолжаем проходить третьего Ведьмака, комплект дополнений Кровь и Вино. А я тут немножечко походил, в частности побывал там же, где я уже был, внимательно все изучил и ничего нового я там не обнаружил, за исключением одной интересной особенности. В пещерке, где я со дна поднимал монеты, что-то около 250 крон, я заметил, что они там появляются снова. Не знаю, это, наверное, баг какой-то, но мы, наверное, сможем это как-нибудь проверить. Также вот возле этого гнезда с архиспорами, они здесь совершенно регулярно спавнятся, гораздо чаще. Стоит только присесть, они тут же появляются в плане медитации. В общем, противоположная сторона с гнездом вот этих вот скалопендроморфов. Лучше бы они, конечно, так появлялись частенько, их там вообще нет. Зато вот эти вот архиспоры, они здесь регулярно появляются. Их, в принципе, не сложно так-то убить. Ну, лучше квейнтся, конечно. И надо отходить от этих бутонов, которые взрываются постоянно. Также я заметил, что... Да, тут вот тело, я в тот раз не полутал его, видите, да, что подсвечивается красным. Также возле дерева находятся мешки, но в мешках ничего ценного не было, я там все позабирал. А вот тело я не лутал. Сейчас посмотрим, что у него. Хотел продать вот эти ингредиенты с архиспор, но почему-то их нет в инвентаре некоторых. Дневник в кожаной обложке. А, я-то надеялся, ключ будет, но ключа нет. Прочитали. Вроде бы здесь я поднял все. А давайте вернемся в ту пещерку. Ай да, друзья. Самое главное-то. Так, где тут у нас... Настройки. Процесс. Все, тут ничего не менялось, все то же самое. Снова нырнем. Я хочу посмотреть, не появились ли снова монеты. Потому что они регулярно здесь появляются. И так, надо сказать, немало. Именно в том илле, где я их уже раньше поднимал. А здесь не обязательно принимать там какую-то косатку или что-то типа того. Достаточно вот так вот прям спуститься и... Геральт не вздохнется. Вот, смотрите, видите, опять подсвечивается вот это вот иллистое дно. Я больше чем уверен, там будут монеты. То ли это так задумывалось, то ли это баг. Видите, да? 125 крон. Здесь регулярно можно их поднимать. И здесь 116 крон. Тут тоже 121 крон. В общем, прилично так монет. Я надеялся, что у тела будет ключ от сундука, но его не было. Ну, насчет монет мы убедились. Давайте выходить. Короче, 300 крон получается. В общей сложности здесь можно постоянно поднимать. Но, возможно, это пофиксят. В прошлый раз я их уже поднимал. И после того, как поднимал, снова поднял уже. Вне записи я это обнаружил. Поначалу я подумал, что это я там что-то не все долутал. Но потом убедился, что я все полутал. И это какая-то бага, друзья. Так, давайте-ка звать платву. Гнезда пока что взрывать не будем. Может быть, для чего-то это все дело пригодится. Возможно, сделают какой-то патч, выпустят. И, возможно, эти архиспоры нам также пригодятся. Продолжаем мы проходить квест. Винные войны. Короната. Решить все беды в винодельнии, короната. Три из пяти мы уже сделали. Давайте посмотрим, куда нам пилить. Кстати, можем параллельно заехать сюда. И взять вот эти вот объявления с доски объявлений. Также можем вот сюда проехать. В общем-то, как бы, да. И потом уже отправиться, наверное, сюда. Может быть, сначала. А потом вот сюда. Давайте нам так и сделаем. То бишь, сперва мы... Так, а где мы-то, собственно? Вот они мы. Ну да. Я не думаю, что это долго будет скакать. Вот так вот пробежим. Краем глаза глянем, что здесь за знак вопроса. Я не уверен, что буду его, скажем так, выполнять. Это из заданий, которые здесь есть. Потому что я боюсь зацепить какой-то квест, который еще не активен. Поэтому краем глаза глянем. Если это что-то такое не сильно важное, то разберемся. А если что-то непонятное, проедем мимо. Короче, едем к доске объявлений пока что. Так, вот тут у нас что-то есть. Теперь помедленнее. Вот красную точку я вижу. Но это, по-моему, кабаны, да? Вот я их слышу прям. Да, это кабаны. Нет смысла с ними связываться. Дикие кабанчики. Так, а это кто у нас лежит? Кров, что ли? Буренка здесь разлеглась. Смотрите-ка, что. Так, и вот он, знак вопроса. Давайте-ка. Посмотрим, что там. Не совсем понятно. Это, по-моему, разбойники, что ли? Не ясно, друзья. Что-то... Ну, давайте тут полутаем хоть. Лисья шкура. Такие мне еще не попадались. С первого числа по первое число. Так, я ничего на старость не сберегу. Также мне пришлось сменить оператор, друзья. По-прежнему интернет плохо работает. Чуть-чуть побыстрее, чем до этого. Но все еще медленно. Поэтому, наверное, серии будут не очень длинные. Не могу понять, что здесь за знак вопроса. Почему он здесь был? А-а-а. Гнездо. Филона целиком сожрала. А, понятно. Здесь квест, короче. Ну, тогда пока что мимо пройдем. А не будем пока разбираться с этой пещерой. Поставим на потом. Потому что, может быть, это какой-то интересный квест. А может быть, даже связанный квест. Поэтому пока что нет. Не будем. В общем, тут в пещеру надо заходить. Ну, пошла. Пошла. Так, погодите-ка. Здесь, по-моему... Да, здесь разбойники. Поэтому будем готовиться Соответствующим образом. Давай, Ганза, навали! А, это Ганза? Хватит болтать. Двое. Чувакей какой-то. Ну, понеслась! Ух ты. Ха, все-таки добежал на меня смотреть-ка. Че? Не давай ему передохор. Слева, слева! Потанцуем! Ха-ха-ха! Так, ну хоть мечи из пособираем. Давайте также отвар из тролля хлебнем, потому что они... Так, приказы на куске свиной кожи. Какое-то задание, по всей видимости. Ага. Филипберт. Окей. Наверняка там еще есть. Давайте все тут поднимем. У нас как раз хп-шечка восстановится. Ну что, паскуда? Ого, отлично. Остались стрельцы. Ого! 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 Да славится пророк лебеда! Черт, он сейчас будет стрелять постоянно. Кровь, кровь! Ха-ха-ха! А, кстати, у меня же есть. Я все тоже про него забываю. Хорошая тема, кстати. Ты смертись, как создали пророка лебеды! Я отрщу за тебя, братан! Можем тупо подойти вот так сзади. И добить. Геральт почему-то серебряный меч. Зачехлил. Хотя дрались мы лопатой. Вроде как освободили, наверное, этот городок. Нам мир. Даже наши жены стали покладистее. Тысячи благодарностей, белоголов. Давайте здесь все обнесем, так уж. Раз уж мы здесь. Дайте бить! И здесь есть какой-то оружейник, кузнец. Простите, я занят. Растворитель краски. Еще немного барахла. Так, сверху вроде бы ничего такого не светится. Жену в залог. Ха-ха, мужик, да ты че? Так, тюки мы тут полутали. Что-то вроде еще сверху, наверное, есть. Это красная точка непонятная. Платят, не так делаю. Все просто. Вроде бы все, полутали. Давайте теперь с местными поговорим. Без охоты и в коем не тронется. Так, что тут? Так, внимание всех членов гильдии торговцев Тусента. Ведьмак Герк из Ривии причинил серьезный ущерб правлению гильдии бандерей. Как лицо, вредящее нашим интересам, он лишается права на скидки, льготы и специальные предложения. По правде говоря, его и вовсе не следовало бы обслуживать. Но деньги не пахнут. И если вам придется иметь с ним дело, пускай он почувствует, что с гильдией шутки плохи. Пускай платит и плачет. Друзья, похоже мы как-то где-то провинились, что ли. И теперь с нас будут драть три шкуры в каких-то там гильдиях и вообще все ремесленники, что ли. Странно. Ну ладно. Так, здесь у нас броник. О нет. Опять беженец с севера. Что тебе нужно? Я только что спас тебя, если ты не заметил. Да, да. Потому что хотел награду получить. Знаю я вашу породу. Само собой. Лату я с тебя еще возьму. А сперва дай-ка поглядеть на твои товары. Хм. Ну погляди. Только не трогай ничего. Да заплати за все сразу в твердой валюте. Тебе ясно? Что-то он какой-то... Нарывистый. Прям реально нарывается. Его спасли, а он так грубит. Так, что ты имеешь против северян? Чем тебе так нордлинги не угодили? Кроме того, что они воры, лжецы и бездельники? Да ничем. Ладно, посмотрим, что там у него есть. Ну-ка, покажи свои товары. Так. Хм. У него нет ничего такого, без чего не мог бы обойтись Геральт. Кстати, неплохие цены. Ну как неплохие? Я потом сравню и продам, может быть, ему мечи вот эти вот. С глифами. Плохо, что нельзя с ним поиграть. Мне пора. До встречи. Да. Вот это действительно странно, да? Казалось бы, мы их освободили, а что-то они как-то... Такие все дерзкие. Ну да ладно. Ай, я обстреблю. А нам нужна доска объявлений. Давайте-ка поищем. Так, а мы до нее даже не доехали. Смотрите-ка, что мы вот тут вот застряли. Может, пешком добежим? Да, почему нет? Я не думаю, что это прям уж так далеко. Какой-то остров тоже интересный. Хотелось бы его посетить. Но это будет, конечно же, позже, потому что... Я не знаю, что там. Сначала надо все объявления собрать. Так, ну вот мы на месте. И здесь, как я погляжу, есть корчма. За скандал накажут плеткой. Есть закон про это четкий. И вот то, что нам надо. Какое-то чудище завело. Так, а тут у нас что? Разыскиваются грозные разбойники. Антуан Скворец. Страген. Это которого мы завалили, да? Лот, прозванный полуэльфом. И Филиберт. Четырехпалый. Фон Виттен. Ну вот этот вот Филиберт, похоже, нам тоже попадался вот как раз сейчас, да? Но, может быть, я ошибаюсь. Так, и доска объявлений. Что-то видео регулярно обрывается. Надо жесткий диск проверить. Так. Тут у нас два задания. Заказ загадочной летающей коровы. О, интересно. Сразу берем. Монстр из Туфо тоже берем. Ну и вот эти штучки заберем. Сразу прочитаем. С неба валится крупный рогатый скот. И нужно быстро найти тому причину. Ну, понятно. Окей, этим мы, конечно же, займемся позже. Посмотрим, что тут у кого есть. То, чем торгует. Люди, люди, что ж я делаю? Весь товар уценяю. Могу я помочь советам? Мое почтение. С ним нельзя поговорить. Вот купец. Доброго здоровья, сударь. Чего изволишь? А. Мы, видимо, с ним уже говорили, да? Потому что у меня вот... Вроде бы как с ним диалог был. Ну ладно. Покажи свои товары. Ну, ничего ценного. Увидимся. Какой-то бродячий торговец, наверное. Так, и что, все, что ли? Давайте зайдем в корчму. Посмотрим, может быть, поиграть с кем-то можно. Под бочкой и шпунтом. И такая же сложная жизнь. Трактирщица. Здравствуйте, сударь. Что вам угодно? Ха. Я бы вина выпил. А какое вам? Красное, белое, розовое? Сухое, полусухое, сладкое? А пилосьон какой? Ммм. Я еще подумаю. Да, можно поиграть, это хорошо. Ничего, такая себе, да, трактирщица. Так, ну что, может быть, сперва расспросим ее? Или сразу играть? Расскажешь мне что-нибудь об этих местах? Хм, а что тут рассказывать? Разве что властитель этих земель, месье де Бурбио, самый напыщенный фигляр в Тусенте. Правда? Ха. Спасибо. Буду иметь в виду. Ну, теперь можно и поиграть. Вставочка, конечно, максимальная. Может, сыграем партию в Гвинт? Играть мы, конечно же, будем пока что Нильгардом. Против нас Королевство Севера. Кстати, они многое могут сделать против нас. Потому что у них есть мороз. Часто. У нас есть один шпион, два шпиона. В принципе, неплохо. Но я бы даже попробовал заменить... Десятку. На Цирилу, да? Давайте еще одну. Отлично, еще один шпион. Нам никогда не помешает. Так. 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 Та-а-а-а-к Давайте заберем шпиона Ну сейчас в отбой его отправим, да, врага, а потом заберем Спасовал, 32 Ну можно Геральта с Цири бросить Или три вот этих карты можно бросить Лучше даже, наверное, три вот этих карты бросить, я думаю И спасуем Потом, если что, мы эти карты сможем вернуть Первый раунд за нами И есть еще один шпион Шпиона, наверное, надо было сразу кидать, ну да ладно Наш ход, как раз вот шпиончиком мы походим А вот сейчас он кинет мне шпиона Ну, в принципе, это для меня неплохо, потому что у меня есть чучело Возможно, стоит Слить этот раунд, потому что что-то как-то наш оппонент разошелся И нехило так И, похоже, еще одного шпиона сейчас кинет Нет, шпионов не бросает Так, давайте-ка Наверное Ладно, пойдем ва-банк, скорее всего То бишь Попробуем затащить этот раунд В принципе, у нас все козыри на руках Единственное, что может реально сильно помешать Это мороз А вот Ну, тогда он и свои карты тоже тут немножко Подприжмет Одну погодную карту выкинул оппонент Пока что имбовочки кидаем Ну, скорее всего, мы выиграли тут Без вариантов Да, мы выиграли Это уже точняк Ну, мы перебьем этот счет Который у него Это Сто процентов Который у него и лютика еще сверху что он подбросили керис давайте смотреть что он за керис 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 о имбовочка я сейчас тебе покажу перепелочку керис да еще есть такой обилкой хорошей в кавычках керис классная тут мне понравилось хорошо сделали интересные кусты с ней были в принципе так ладно посмотрим что там она продает и снова приветствую чем могу служить покажи что ты продаешь продает она камамбер какой-то интересный но это обычная еда нам это не нужно вина всякая ерунда мне пора еще увидимся так ясненько все давайте выбираться наверное уже отсюда что-то интересного нет карту мы получили я потом за кадром еще похожу может быть что-то еще найду так теперь давайте отправимся вот к этому месту посмотрим что там за объявление какие-то какие-то все все э Коровки. Погоди, платва. Так, а тут у нас дорожка-то куда ведёт? Эй, эй! Ага, не совсем понятно. Давай! Пошла! Придержи! Ну да, платва у нас умеет прыгать. Какой-то карьер, слушайте. мы не выйдем мужики у меня же срок да зная что тут мужики что вы несете какая еще кара просто так вот неудачно вышло давайте за работу а то если мы голову вовремя не закончим нам заказчик яйца открутит так вы и значит и скажете вдове эмильена корова мол его раздавила несчастный случай это милые мои серьезные тела тут мага какого надо позвать или другого мастера что у вас тут случилось гляньте это же тот ведьмак что в город приехал может он и нам какие экзорцизмы почитает спросить надо сколько возьмет я видел объявление там было про какую-то корову или кару так самая настоящая боги должно быть совсем озверели потому как в зерикании сперва шел дождь из саранчи а потом уже из лягушек а у нас сразу по людям коровами херачит ладно тебе ладно нечего панику сеять пойдите сюда мастер ведьмак я вам все спокойно объясню что и говорить дело дрянь надо же корову раздавила жалко эмильена добрый был работник я им сразу сказал наверняка всему есть простое объяснение они метал дычат мол божья кара давай доплачивай за сложные условия но сами понимаете ох разорят меня паскуды значит мне надо понять почему с неба упала корова так ну и это тоже корове стерву убирать не стали так на втором карьере какое-то говно завелось страх туда заглядывать ничего странного что за корова была откуда не ясно ну обычная пёстрая ничего особого во втором карьере лежит воняет а эмильен прямо под ней так что вы заказ то брать будете или как а что вы тут собственно делаете чем вы тут занимаетесь делаем статую пророка лебеды значится не все сразу а так по кусочкам тут объявился богобоязненный заказчик и считай через 50 лет заново запустил строительство подрядил все каменоломни в округе и все бы шло по плану если бы не это происшествие я вас прошу мастер займетесь этим ты конечно мне нужно разузнать побольше об этом деле кто-нибудь видел что произошло нет но шум слышали а стерв как раз пошел к эмильену глянуть как у него дела а тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданет а через минуту еще что-то об этот кран приложилось но об кран то явно не корова билась должно быть нет мы по-всякому хотели с утра посмотреть что там как только нас это паскуда прогнала ну вот с тех пор работы и стоит так что не конетельтесь а скажите беретесь за работу так ну да поговорим о награде прежде чем я решу поговорим о вознаграждении сколько так разброс 109 монет вам давайте попробуем попросить 350 нет будь по-вашему только это крайняя цена без всяких там чаевых ясно но мы проверим я проверю может здесь поврежденный портал не думаю награди вас святой лебеда детишками буду ждать вашего возвращения детишками нас навряд ли наградят хотя все может быть но это правда очень маловероятно решить все беды винодельник граната мы по-прежнему выполняем этот квест но вот уже зацепили еще один двигаемся к доске с объявлениями а здесь есть еще слушаю какой-то кузнец что ли так что они тут заныкали если так дальше пойдет того и гляди хлынут реки крови они сами ничего не скажут говорят давайте поднимемся кузнец выставляем наши мечи в метину эббинг на заир и даже в зереканию понятно вы не очень-то похожи на каменолома это мешает тебе со мной торговать ничуть я о том что тут вы ничего полезного себе не найдете у меня все больше товар для мужиков из каменолом но если желаете взглянуть смотрите я не против так какой-то гостеприимный посмотрим конечно же что у него но сперва расспросим может быть послушай ты всегда такой дружелюбный или сегодня с левой ноги встал нормально я встал как обычно правда на левую ногу я хромаю работал я тут когда-то в каменолом них а как кусок скалы откололся так всю стопу мне раздробил прости глупо вышло ничего тут это часто случается такая уж работа все постоянно что-нибудь ломают лодыжки подворачивают шеи подворачивают шеи сворачивают так ну давайте посмотрим что там него покажи свои товары так кайло есть зачем она нам ну ничего ценного на самом-то деле я не вижу ладно пойдем дальше мне пора прощай сохранимся на всякий случай и будем идти с осторожностью может быть даже что-то найдем какие-то странные квесты начали сыпаться коровы с неба падают понятия не имею что-то могло значить пока бочки здоровые отлынивают так кто там у нас а это альгуули но альгуули твари такие серьезные на самом деле у них шипы есть но их можно эти шипы убрать при помощи арты как раз но они реально очень опасные твари давайте-ка с ними шутить мы не будем сейчас как назло нет этой энергии как раз когда она нужна да так чем тут взять не можем вот этот шипастый прям ну вроде не такой он большой урон наносил нам наверно потому что мы не сами шипы напарывались хотя наверняка будут сомневающиеся давайте еще раз посмотрим так где тут ничего не менялось вообще это опасные твари на самом-то деле эти вот альгули можно очень неудачно напороться на их шипы и геральт тогда сольет очень прилично хп но мы их тут неплохо раскидали где тут у нас объявление снизу а тут и объявлений то нет по сути да наверно какие-нибудь новые места откроются ну да так и есть это значит тот имя ли я на котором говорили работники бедолага ладно чего бы начать похоже мы сегодня не доберемся туда куда хотели друзьям давайте хотя бы этот квест выполнен все подробненько посмотрим раны на теле работника раздавлен большим весом основание черепа сломано свежие следы зубов трупоеды но они его подрали уже после смерти на трупе больше смотреть нечего часть ткани раздавлены она явно упала с большой высоты распоротое брюхо крови не так много значит это произошло после смерти сердце уже не нагнетала кровь следы зубов но небольших труповеды ясное дело тут же сбежались на добычу глубокие раны от когтей расстояние между когтями как у драконида может виверна но смерть вызвали не эти раны действительно любопытно подытожим все ясно корова убилась после падения с высоты когда ее упустил какой-то драконит наверное молодой нес корову в гнездо она оказалась слишком тяжелой а Эмильен по несчастью как раз стоял внизу теперь еще этот кран а что там кран коровьи лепешки да задание коровьи лепешки где тут они название что такое ну давайте ладно выполним поменяем немножко планы так геральт доставай что там посветить какой-то склад что ли небольшой странно я думал тут будет глубокая какая-нибудь шахта ну это небольшое углубление странно я думал тут будет глубокая какая-нибудь шахта такой типа складец надо смотреть кран понять что тут происходит так ну и что же тут осматривать там вот что-то сверху так кровь должно быть драконит крепко тут приложился наверное он упустил корову его мотнуло в воздухе вот он и поранился и к лучшему тем легче будет его выследить драконит значит драконит это может быть очень серьезно ладно следы крови драконита едва заметные я на верном пути черта и что куда дальше и что куда дальше то кто-то там мрочит гнилец гнилец гнильцы это серьезные твари на самом деле пахнет брагой скорее всего драконит на полноместную виноконию гнильцы гнильцы и и и и и и и и ух ты взорвался над же прямо хорошо что я под кого нам был Да, вот эти вот гнильцы Реально опасные твари Потому что взрываются Так, а это кто? Сейчас мы все осмотрим Но хотелось бы все поднять Так же Шкура гнильцов Тоже можно так продавать Не сказать, что бы дорого Но записки самогонщика Ну, Геральт у нас быстро читает Зараза Объеденное тело Следы огня? Хм Это неверно Ослиск должна быть Только они дышат огнем Огнем еще дышат? Ах ты че Он приземлился на крышу винокурни Пошумел немного И потом полетел дальше Сверху тоже вон кровь Следы ларб Похоже он слишком устал Чтобы лететь дальше Реально нагнетают Плохо ему было Он еле ногами шевелел Сейчас откуда-нибудь Кто-нибудь выскочит Хм А тут приземлился Второй драконит Побольше Подождал Пока маленькому Станет лучше И они полетели вместе Их будет легко Выследить У того, что Поменьше По-прежнему Шла кровь Так Ну что ж Опять идем По следу Значит, они летели вдвоем Наверное, возвращались в гнездо Ого, еще корова Только она лежит здесь гораздо дольше Тоже работа ослизга Видно по следам когтей И по ожогам Хорошо и тут, наверное Так Здесь след обрывается Но бьюсь об заклад Что там наверху У них гнезда Так и есть Там гнездо Да Придется подниматься Чувствую Эта тварь Будет непростой Ладно Давайте вот что сделаем На всякий случай Забросим все Может зельями У нас есть, правда Одно уже А то вдруг Тварь не одна И что-нибудь Горящее Наверное лучше Так значит Тебе мамочка Помогла Черт Так я и думал Черт Сваливает Надо ноги делать Геральт Черт Сваливает Черт Сваливает Где-то А нет Убегает Бросится на помощь Да Ну ладно Пора забрать трофей Остальные еще Не вылупились Надо все сжечь А может не стоит Торопиться Далее И трофей Ослизга Геральту Лишь бы Все сжечь Так А что там Кстати Дает трофей А 10% Модификатор Шанс отрубить Конечность В принципе Неплохо Я бы Вот с этим Наверное Походил А Дополнительно Золото Ну нафиг Трубить Конечность Все же Не знаю Бесполезно Мне кажется Ладно Давайте Тогда Вот этот Вот Трофей Голиафа Еще Еще Какой-то Меч Мы там Добрали Хороший Ну Такой Себе Кстати Неплохой Наверное Но Наш Все равно Получше Будет Не хочется Мне здесь Все сжигать Друзья Мои Наверное Из этих яиц Еще могли бы Вылупиться Ослизги Черт Геральт Наконец Смотрите Кочева Все-таки Поджег Это Разваленный Форт О котором Говорил Лафарк Надо Здесь И смотреться А Здесь Мы Можем Найти Наверное Чертежи Только Вот Серия Уже Порядком Затянулась Ладно Давайте Тут Немножечко Посмотримся Зеленая Краска Для доспехов А Там Еще Какие-то Твари Похожи А Кажется Что-то Я вижу Да Вот Эти Чертежи Это Грифонская Школа И Записка Еще Какая-то Ну Вот Эти Вот Шмотки Школы Грифона Если Честно Мне Не Очень Нравятся Но Так Или Иначе Мы Будем Все Искать Все Собирать Это Там Волки Ну и Опыта Нам Подкинули Так Немного И Смотрите Как тут Еще Скелетики Есть Флорины Ну Возможно Еще Что-то Здесь Есть Более Тщательно Я Уже За Кадром Все Здесь Обследую Ну А пока Что Наверное Надо Вернуться Да Забрать Нашу Награду Сообщить Почему С неба Вдруг Начали Падать Коровы Виной Всему Ослизги Которые Здесь Звелись Друзья Не хочется Мне Медитировать Потому что Иначе Зелья Вот эти Перестанут Работать Если Кому-то Вдруг Темно Смотреть Вы Пишите Я Тогда Буду До утра Все время Медитировать Ну Или Как Это Не знаю Может быть Кошку Принимать В пещеры Там Заходить В общем Пишите Если Что Пока Что Я Тут Все Вполне Вижу Так Здесь Все Вроде Подняли Да Там Субтитры сделал DimaTorzok Что-то как-то совсем стемнело Как бы тут не разбиться еще на этой каменоломне А то кузнец говорит, что ты там раздробил Так, где тут у нас адекватные спуски И все-таки, наверное, надо будет помедитировать Очень темно Больно быстро стемнело Ладно, давайте все-таки помедитируем А, прям до утра Ну да Дело выяснилось Возвращайтесь к работе Никакое-то не проклятие и не кара Так я с самого начала о том же говорю Как камень с души свалился В чем дело-то было? Молодой ослиск, пролетая над каменоломней Упустил добычу, которую нес матери и братьям Я сжег их яйца Так что, больше вы о них не услышите За предусмотрительность хвалю Но, как и сказал, больше вам заплатить не смогу Потому как нечем Вот вам, держите-ка И спасибо, мастер Значит, все прояснилось Никакие боги на нас кары не нацелали А был просто дракон Но теперь и его нет Эмильеновой вдове компенсацию заплатим Чего вы еще ждете? Живо, живо! А мне кажется, тут все равно что-то странное творится Строители, что памятник складывают, где они? Уже три дня, как должны были до нас добраться А что-то вардаиза так и не появились Может, их тоже что-то раздавило Или сожрало О, саранча, небось, как в Зерикании Что вы мне тут за бред несете? Архитектор писал, что у них большой транспорт мрамора из Митины На бороду пророка Так что они опоздают на неделю Все, хорош болтать за работу Позвольте, я вас провожу, мастер По правде-то я соврал Чтобы они тут снова не запаниковали Но рабочие и правда куда-то запропали Зайдите ко мне позже Я вам объясню подробнее Ну что ж Одно задание выполнили И теперь Другое нам предлагают Здесь же, да? Ладно, друзья Здесь немножечко похожу Давайте посмотрим на карту Возможно, по окрестности похожу Посмотрю, что тут можно найти Знаки вопроса я трогать не буду Вот, ну и наверное В следующий раз уже продолжим То, куда мы отправлялись Так и не дошли Ну вот видите, как в этой игре, да, бывает Стоит куда-то отправиться И какое-нибудь дополнительное задание Обязательно подвернется И на него уходит все время Ну да ладно Я благодарю вас за просмотр Всем удачи и пока Если кто что знает, пишите Увидимся